у некоторых из них совесть есть она просто сидит и молчит что будет применяться мы тоже применим у нас про это будет следует хорошо то есть вы чё физически вы русские с нами бог квартиры жертва черных риэлторов назовем это так и именно она присутствовала при захвате и противостояние который которая длилась практически 7 часов противостояния судебных приставов и народа риса я попрошу картиночка рассказать о том что происходило три часа дня постричали дверь далее открывайте мы не открывали и начали сломать замки я держала оборону полчаса и в конце концов они всё-таки выломали и ворвались в квартиру ворвались без полицейских то есть участкового не было начали выгонять моего сына из квартиры чтобы тут делаете и прочее начали описывать все имущество вот мне стало плохо не хотели они даже чтобы меня осматривала скорая помощь они говорили смотрите нет прихожей на что врач ответил это что мне надо осматривать то есть они ко мне относились уже конкретно как преступнику какому-то не пускали меня никуда вообще даже в туалет типа не закрывайте двери мы будем тут стоять я говорю как бы это извините вы мужчина я женщина то есть такие были условия что не человеческие просто завели на меня все кто там был что вы делаете вот вы собрали народ значит вы экстеминством занимаетесь и прочее прочее завели на меня психологические давления и один из приставов угрожал мне применить средства значит типа электрошокера на что я ему ответила что я инвалид второй группы если вы меня просто побьете этим электрошокером я могу просто не видеть и вы будете отвечать как они меня было клипа полу волокли в общем как могли несколько человек вот это время все за дверью для меня стоял народ и всем фсспшникам всем вашим ребятам я объявляю вслух я ветеран боевых действий офицер отставки кадровый офицер награжден боевыми правительственными наградами ветеран боевых действий участвовал в контратеррористических операциях защищал независимость нашего государства защищал как мне казалось свой народ я это видел все ребята я хочу чтобы у вас проснулась совесть она у меня проснулась вовремя и в нужное для народа время и сейчас каждый сейчас война идет у каждого на сердце у каждого в душе идет война хотите вы не хотите так или иначе мытьем и катанием это придет но поймите те кто будут сопротивляться у тех потом ждет неминуемые судебное разбирательство по трибуналам это будет неминуемая поймите неминуемая не будет суд будет справедливый суд так будет народный суд а вы знаете какой народный суд и что они будут делать и как они будут требовать с такими, которых обездольных лишили всего. Что они будут требовать? Они будут требовать только одного. Потому что детей, вот понимаете, детей чипировать свой встречат. И это не смешно. Сейчас будут детей забирать из семей. Ваших детей. А у ваших детей не будет будущего, если вы сейчас на этом стоите. У ваших детей нет будущего, если вы стоите здесь по эту сторону баррикад. Да их в Москве промывают мазать. Да нет. У некоторых из них совесть есть. Она просто сидит и молчит. Не выходите. Это ваше жилье. Есть уголовное дело. Кто вас может выгонять? Не могут. Никто вас не выгоняет. Здесь защита. Там народ пришел. Народ пришел. Все будет хорошо. Русский народ. Русский народ пришел. Вас будет защищать. Никто вас отсюда не выгоняет. Русские. С нами Бог. Запомните. Ребята, как вам не стыдно вообще? Как вам не стыдно вообще? Мы русские. С нами Бог. С нами Бог. Мы русские. Д username Бог. Мы русские, с нами Бог! Чё смешного? Чё ты смеёшься ему? Вы-то крайне остаётесь, в любом случае. Чё смешного? Вы бросаете женщину на улицу, смешно что ли? Чё смешного? Очень весело, да, ребята? Вы кому, Богу, в глаза смеётесь? Вы сами-то понимаете, что делаете? Я вам про детей про ваших рассказываю, что происходит в школе, а вы всё равно. Вы сейчас уйдёте отсюда все, ребята! Уйдите отсюда все! Я предупреждаю вас, что будет применяться физическая сила и специальные средства. Мы тоже применим, мы тоже применим. Вы что, вас бить будете? Он говорит, что, ребята, сейчас будут специальные средства применять против нас, сейчас будут они выкидывать. Сейчас, сейчас, подожди. Да не будут они выкидывать. Идиоты. Мы не будем против народа. Кто вам платит? Кто вам платит? Оружие там без всякого дерьма, типа рукоприкладства. Мы можем с тобой нормально стоять, чтобы ты... Ты же понимаешь, что мы не уйдём. Тогда ты должен понимать, что ты тоже не уйдёшь. Мы будем просто стоять и всё. Хорошо? Которые пришли... Чувства, высшие, высшие чувства, это чувство, это любовь, это созидание. Только человек этим наделён, все остальные физические лица этим наделены. Им нужна просто рабочая сила, такие как вы. Вот и всё. Проснитесь, пока не поздно. Убьёте свой народ. У вас будущего и у ваших детей не будет никогда. И этого не будет. То, что вот в сказках рассказывает Ясное Солнышко, для вас этого, для вас этого не будет. Просто попытался достучаться до ваших сердцев, для того, чтобы вы поняли, какая экономическая политика идёт. Это не отжимание жилья. Это не отжимание квартиры. Это убийство своего собственного народа вашими силами. Вам даже без разницы, куда будет выселять эту семью. А им выселяться некуда. Я сейчас им объяснил полиции, я объяснил нормально. Они говорят, пусть заходят. Вы мне про что говорите сейчас? Вы что, роботы, что ли? Вот, сержант спросите. Андрей, они могут решить чужое имущество зайти. Какое чужое имущество? Она требует в свою квартиру зайти. Она требует. Где мы, мы не видим, что оно чужое. Она не то, что разрушает. Она требует зайти в квартиру. Она требует зайти в квартиру. Чтобы доказать, что вы являетесь... Давайте я поясню. Эту квартиру мать получала в порту по ордеру за доблестный труд. И за участие в Великой Отечественной войне. Понятно, чья это квартира? Я тебя понимаю. Ты стой, как робот. Человек трудился и тебя защищал. Правильно? Правильно. Чья это квартира? Того, кто получил. Правильно? Ты что, думаешь, нельзя было бы это продавить, что ли? Каким образом? Две секунды, блядь. Что? Просто мы-то по закону, ребята, действуем. Тише, тише. Что говоришь? Суд разбирается. Так вот, суд разберется, тогда и путь вердит в Вене. Правозащитник, пусть идет. Правозащитник-то должен зайти. Чего вы как эти, как роботы, реально одно и то же. Чтобы суд разобрался, нужно выполнить процессуальные условности. То есть, исполнительные действия должны проходить в присутствии представителя. Это обязательное условие. Ничего тут никто другого не требует. Они требуют просто выявить преступное действие Худякова. Мы их выявим и уйдем отсюда. Филипп Чернышов включается в нашу трансляцию. Это правозащитник, который пришел на помощь к Нарисе в той самой сложной ситуации. Мы начали работать с Нарисой задолго до этой истории. Ну, не так задолго. Я думаю, где-то около недели до этой ситуации. Да. То есть, мы уже столкнулись с очень серьезным противодействием судебных приставов. То есть, в чем оно выражалось? Нам просто не давали давать обязательства. То есть, когда уже приставы начали производить такие жесткие нарушения, я был просто в непонятном состоянии. То есть, такой наглостью надо обладать, чтобы нарушать права. Такая редакция, это все руководство. Примет решение. А люди-то куда? А люди-то куда? А люди-то куда? Житые. Какие люди? Житые. Житые. Пусть живут себе пока. Пусть живут в жилье. Присеките противоправные действия. Ну-ка там это. Я не трогаю трубу. Таня, иди сюда! Вот это вы не пускайте! Почему? А это кто? А самый главный? Убегают. Где машины? Все это на высоте. Уберешь вам достите его! Всё, выроваться. Подзывайте слово и молнии. ПОЗОР! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, к нам присоединяется Максим Кондарев, это правозащитник, который непосредственно участвовал в спецоперации со стороны народа. Максим подъехал как раз в районе 15 часов и включился во все это противостояние, он был от самого начала и до самого конца. Максим, ты буквально сразу же с порога и к нам в эфир. Скажи, пожалуйста, что тебя сподвигло принять участие в этой операции по спасению квартиры двух пенсионеров? Ну, во-первых, здравствуйте. Ну, значит, во-первых, я знаю Филиппа Чернышова, правозащитника. Он прядачный человек, он грамотный юрист, он честный правозащитник. И я знаю его историю о том, что некие преступники, то есть организованное преступное сообщество, которое действует в Пермьевском крае уже длительное его времени, пыталось уничтожить его семью. Так как он занял позицию закона и выражал свои действия тем, что грамотно, в процессуальном плане он расстанавливал свою защиту. Вот. И, значит, ему сожгли дом, его чуть не убили всю его семью, в общем, за ним следили. Ну, и так далее, и так далее. В общем, благодарю вас. Я решил проверить, так ли на самом деле все происходит. Неужели у нас так законы нарушаются, что никак нельзя управлять на этот момент. Я решил лично посмотреть, как происходит все-таки процедура отчуждения имущества, выселения человека, ну и так далее. То есть я сам правозащитник, неизвестны процессуальные нормы. Попытались, я скажу так, выселить, но у них все равно ничего не вышло. На данный момент, насколько я знаю, ваша мама вернула их домой. Ну да, я ее привязываю, конечно. Она сейчас донет. Ждем решения. Привет. Да. Что, по вкусу, она это делает. Что? Ну да. Вспомнился на них. Конечно, пойдемте. А мы будем. Сейчас опять пойдем уточним время, когда нас начнут знакомить. Все, по новой. Вы куда идете? Вы куда идете? В судебный пристав. Зачем? Вы кто? А вы кто? А вы кто? А вы представьте. Вы куда идете? Я представитель, знакомиться с материалами. Подожите мне, пожалуйста, вашу доверенность, что вы представитель. В смысле? Вашу доверенность. Зачем? Вы опять ерунду говорили? Давайте вашу доверенность. Вы преградите ерунду говорили? Давайте. Давайте идите сюда. Вы отойдите. Выходите. Выходите. Быстро. То есть вы что физически препятствуете знакомству с материалами? Вы посмотрите, что творится, господа. Приставы сходят с ума просто. Им настолько важно скрыть материалы исполнительного производства, что они фактически, физически препятствуют. Вот посмотрите, люди, что творится у нас. Неадекват какой. То есть вы на каком основании это препятствуете? Не, мы киньте потом. Так вы на каком основании это препятствуете? Пойдемте. То есть мы просто, ребят, по-простому, на каком основании вы препятствуете нам зайти? Работник полиции сейчас обязан меня пропустить. Обеспечить проход. Но это вас не касается. Вы представитель? Да. Вы к кому идете? Где вас отдыхают? Я иду в окно подать ходатайство. Ваше доверенность. Но не говорите ерунды, пожалуйста. Зачем вы ерунду говорите? Мы его не путаем. Обеспечьте, пожалуйста, мне свободный проход для подачи ходатайства. У нас побили несколько сотрудников. Их было 30 с лишним человек. А у нас их было 9. И они устроили такой дебошек. Он больше не зайдет. В смысле не зайдет? Я буду сюда заходить по работе. У меня тут 9 клиентов. Как это не зайдет? Вот вы сюда не зайдете больше, это точно никто из вас. Вообще никто из вас сюда близко не зайдет. Потому что уволят. Давай. Ваше рассказывает. Продолжение следует...